На канале РТВ и Международной новости в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Москва и Анкара берут на себя роль миротворцев в Сирии. И это при том, что Россия – союзница режима Башара Асада, а Турция – член Международной антиигеловской коалиции во главе с США, которая требует отставки официальных властей в Дамаске. Российские и турецкие президенты договорились воспользоваться своим влиянием на стороны конфликта и усадить их за стол переговоров. Владимир Путин будет убеждать сирийские власти, а Реджепутайпу Эрдогану предстоит уговаривать вооруженную оппозицию. При этом совместные действия Анкары и Москвы, по признанию главы Кремля, уже дали результаты. Это выход боевиков из Восточного Алеппу. Путин отметил, что еще во время визита Эрдогана в Петербург была достигнута договоренность о том, что Турция окажет всяческое содействие в выводе тех мятежников, которые будут готовы сложить оружие. Делается все это по заверению сторон, прежде всего, для сохранения жизни мирных сирийцев. За вчера в телефонном разговоре мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что будем предлагать конфликтующим сторонам, мы со своей стороны правительству Сирия, а президент Турции представителям вооруженной оппозиции, продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке. И в качестве такой площадки могла бы быть столица Казахстана – Астана. Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся к президенту Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс. Это не будет, если это произойдет, то это не будет площадка, которая будет конкурировать, скажем, с Женевской, но это будет дополнять Женевские переговоры. Во всяком случае, где бы ни встречались конфликтующие стороны, на мой взгляд, было бы правильно это делать и стремиться к политическому регулированию. Пока Россия и Турция рассуждают о дополнительной, как выразился Путин, площадке для обсуждения сирийского кризиса, в Женеве, где по традиции проводятся все дискуссии о судьбе Арабской Республики, тоже готовы к новшествам. Группы сирийской оппозиции проводят консультации о возможности создания единой делегации для переговоров с представителями Дамаска в Швейцарии. Как выразился один из лидеров Сирийского народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль, он хочет политического решения противостояния, для чегося уже шесть лет, а для этого нужно объединиться в истинно-патриотическую оппозицию. Союзники Башара Асада также отдают предпочтение политическому диалогу, но, как отмечают в Кремле, к миру придется принуждать силой. Я очень рассчитываю на то, что сирийская армия после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные. Следующий этап – это достижение договоренности о полном прекращении огня на территории всей Сирии. Мы ведем очень активные переговоры с представителями вооруженной оппозиции. Все 15 покинувших Алеппо автоколонн с боевиками и членами их семей доехали до конечной точки своего пути. Об этом рассказали в Министерстве обороны России и подчеркнули – операция по освобождению восточного Алеппо завершена. Ранее поступала информация о приостановке эвакуации боевиков из-за начавшейся перестрелки. Об этом сообщили в местном представительстве Всемирной организации здравоохранения. Операция прервалась, поскольку представители ВОЗ «Красного креста» и «Красного полумесяца» получили указание в целях безопасности покинуть территорию в районе одного из пунктов пропуска вместе с каретами скорой помощи и автобусами. При этом, по данным источников, боевики вывели всех, кого хотели, включая раненых. А те, кто остался, отказались выходить из города и заняли оборону. Между тем, сегодня стало известно, что в первые же сутки после начала российской операции в Сирии, 1 октября 2015 года, погиб военнослужащий из Кабардино-Балкарии, сержант Эдуард Сокуров. Он посмертно награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нальчика. Позже сообщение о смерти военнослужащего было удалено. Сокуров проходил службу по контракту в Сирии, где охранял российских летчиков и помогал доставлять гуманитарные грузы. Вместе с медалью «Семья Сокурова» также переданы орден преданности 4-й степени Сирийской Арабской Республики и сабля – подарок от министра обороны ближневосточной страны. Всего с начала военной операции России в Сирии погибли 23 россиянина. Это официальные данные. В Германии задержан 12-летний мальчик, пытавшийся совершить террористический акт. Инцидент произошел еще 26 ноября в городе Людвигсхафен. Подросток попытался взорвать бомбу на рождественской ярмарке. По счастливой случайности устройство, находившееся в рюкзаке, не сработало. Детонатор оказался неисправен. Тогда несостоявшийся террорист оставил рюкзак в кустах. Один из посетителей ярмарки заметил подозрительный предмет и сообщил в полицию. Привывшие на место саперы благополучно обезвредили бомбу. Источники в службах безопасности города и судебных инстанциях сообщили, что предполагаемый преступник гражданин ФРГ иракского происхождения. Он подозревается в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Имя мальчика не сообщается. Известно лишь, что он родился в Людвигсхафене в 2004 году и отличался весьма радикальными взглядами. По версии следствия, перед тем, как пойти на преступление, юный террорист получил инструкции от одного из боевиков ИГИЛ, чья личность пока не установлена. Надежда Савченко исключена из фракции Батькивщины в Верховной Раде Украины. Как говорится в заявлении пресс-службы партии Юлии Тимошенко, прошедшее время доказало, что именно высокий статус народного депутата и члена ПАСЭ дал возможность поднять вопрос Надежды на высший мировой политический уровень. И это вместе с борьбой украинского народа привело к получению ею свободы. Однако жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и Батькивщины не совпадают. Сама Савченко ранее заявляла о начале самостоятельной политической карьеры. Деятельностью бывшей летчицы, которая два года провела в российской тюрьме, недовольны и другие ее коллеги. Стало известно, что депутаты Верховной Рады настаивают на исключении Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Что ж, на этом у меня все. Следите за развитием событий на РТВИ у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин